Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это означает, что равенство всех перед законом было иллюзией Были люди более равные, чем другие Маловероятно, чтобы Орбан и его сообщник по преступлению, лидер Польши, изменили свое поведение, несмотря на растущих орг критиков, особенно в Европарламенте Это дает уверенность в том, что эта застарелая проблема не исчезнет из политической повестки дня в ближайшее время Еще одно вечно зеленое растение ЕС в этом роде – это Брексит С тех пор, как было заключено соглашение о выходе Великобритании, ее правительство сделало все, чтобы оттолкнуть своих бывших партнеров по ЕС и быстро Кульминацией стала угрозой Лондона аннулировать части соглашения задним числом Когда он отказался снять эту угрозу, терпение Брюсселя лопнуло Сегодня утром Еврокомиссия решила направить письмо с официальным уведомлением правительству Соединенного Королевства Это первый шаг в процедуре, предусмотренной за нарушение Похоже, что политическая культура в Великобритании и в той же Венгрии несовместима с политической культурой в ЕС Говоря о культуре, реальной Искусство и индустрия развлечений сильно пострадали от коронавируса, и конца их упадку не видно Это касается не только творческих профессионалов, но и всех нас Люди, отвечающие за процветание этого сектора, обеспокоены, но и настроены оптимистично, в долгосрочной перспективе Ко мне присоединяется Эрнесту Атони Рамирос, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Итак, влияние коронавируса на культурный сектор ощущается во всем мире Отменяются мероприятия, закрываются театры и концертные залы Артисты пытаются выжить и так далее Что вас беспокоит больше всего? Впервые мы переживаем глобальный кризис в культурной экосистеме Как никогда трудно получать средства к существованию У одной трети всех творческих работников и художников в мире нет денег на жизнь Трудно даже представить, как мы будем переносить такую ситуацию еще 4, 6 или 8 месяцев Влияние оказывается на творческих профессионалов, но есть также влияние на тех, кто потребляет культуру, наслаждается ею При том, что доступ к произведениям и выступлениям серьезно затруднен Мы видим, как культурные мероприятия перемещаются в онлайн Это хорошо или плохо? Все не черно-белое Да, мы видели, что большая часть человечества благодаря интернету получила возможность впервые познакомиться с некоторыми культурными аспектами Но проблема в том, что 50% мира не имеют доступа к интернету В некоторых регионах мы пытаемся поощрять использование телевидения и радио для информирования аудитории Я знаю, что многие министерства культуры обращаются к ЮНЕСКО за рекомендациями о том, как поддерживать культурный сектор в нынешние трудные времена Что вы им говорите? Мы пытаемся продвигать все передовые практики Многим странам есть чем поделиться, какой внести свой вклад и о чем вести диалог Есть большой опыт не только на национальном уровне, но и на местном уровне, в городах Вы сами бывший министр культуры Чили с опытом работы в сфере управления культурой Позвольте мне спросить, может ли этот кризис, даже если мы не знаем, когда он закончится, стать источником вдохновения для будущего? Думаю, да, и это важно Думаю, наступит поворотный момент в культурной политике в мире Мы должны быть лучше подготовленными, более стойкими И надеюсь, мы сможем добиться большего Штефан Гроби благодарит Арнеста Тони Рамиреса, замгенерального директора ЮНЕСКО по культуре Большую роль в культуре играет мода, во всяком случае во Франции На этой неделе дефиле движения Body Positive состоялось в тени Эфелевой башни Организаторы охарактеризовали это как проявление доброты к себе и другим Независимо от возраста, фигуры, инвалидности или болезни Их девиз «Позитивное отношение к телу больше разнообразия в моде» Что ж, разнообразие никогда не бывает неправильным ни в моде, ни в политике На сегодня это все. Я Штефан Гроби. Спасибо, что смотрели. Удачной вам недели!